Почему стоит покупать у Video-Shopper.ru, если есть такие большие фирмы, как Звездной и Евросеть? Мы меньше, поэтому стараемся больше. Всем привет! С вами Video-Shopper.ru. Сегодня в студии у нас гость. Для России уже не редкий. Это одна из крупнейших китайских компаний в сфере коммуникаций. Это представитель из компании Huawei. И сегодня мы посмотрим, что из себя представляет планшет Huawei MediaPad 10 FHD. Давайте же узнаем, что в нем есть интересного. Начнем по традиции с комплекта. Итак, открываем. Внутри видим сам планшет, инструкцию, зарядное устройство и USB кабель. Совсем уж простенький комплект, ничего лишнего. И, кстати, только в нашем магазине Video-Shopper.ru в том случае, если в течение 14 дней планшет вам чем-то не понравится, мы любезно вернем деньги за один день по первому требованию, без ненужных экспертиз и лишнего ожидания. Давайте осмотрим MediaPad поближе. Сразу же становится понятно, насколько он серьезный и основательный. Берешь в руки и чувствуешь, что в руках вещь абсолютно не хлипкая. Держать его очень приятно. По размерам он схож с iPad. Вес его 590 грамм. Переднюю грань планшета занимает экран с довольно-таки большими рамками. Обратная грань выполнена из металла с белой пластиковой вставкой. Тут располагается камера, вспышка и два динамика. Все, больше ничего сзади нет. Посмотрим на разъемы. Сверху видим заглушку, под которой расположились слоты под сим-карту и карту памяти. На противоположный разъем для зарядки. С левой стороны вход для наушников. На правой качелька громкости и кнопка включения-выключения. Батарея на медиападе несъемная. Сразу скажем, что в ней 6600 Ач. Довольно неплохой показатель. В целом эргономичность планшета неплохая. Напоминает хорошую такую читалку. Но в отличие от читалки, функций в Huawei гораздо больше. Посмотрим на экран планшета. Перед нами появляется изображение основного экрана. На нем ряд иконок. Строка поиска Google. Дальше мы видим еще несколько рабочих столов, на каждом из которых свои виджеты и иконки. Ну давайте вернемся к дисплею. Размером он 10 дюймов. Тип дисплея IPS. Горилла глаз устойчивый к царапинам и с покрытием Footprint. Разрешение экрана составляет 1920 на 1200. В целом качество его довольно неплохое. Углы обзора у медиапада отличные. Процессор у планшета HiSilicon K3-V2 с тактовой частотой 1400 МГц. Количество ядер 4. Видеоускоритель Adreno 205. Оперативной памяти тут 2 ГБ. Встроены 32. Но за счет карты памяти ее можно расширить еще на 32 ГБ. Все работает довольно добротно и шустро. Пока пользовался, глюков и тормозов не заметил. Давайте посмотрим, что нам показал тест Antutu Ботчмарк. Huawei MediaPad 10 FHD работает под управлением операционной системы Google Android 4.1. Планшет имеет кастомизированную прошивку. Интерфейс операционной системы имеет ряд отличий от чистого варианта Android. Во-первых, внизу экрана находится стрелочка, с помощью которой можно свернуть нижнюю панель, освободив дополнительное место на экране. Во-вторых, в правом верхнем углу находится не кнопка вызова списка приложений, а меню добавления виджетов. И это решение кажется нам немного странным. В общем, все иконки приложений находятся непосредственно на рабочих столах. Давайте узнаем, насколько у планшета хорошие камеры. Их здесь две. Одна основная в 8 Мп и фронтальная на 1.3. Здесь множество настроек от баланса белого до ISO. Можно подстроиться под ситуацию, выбрав подходящий режим. Еще есть интересная функция кривляния лиц. Это, конечно, не зеркалка, но фотографии получаются вполне на высоком уровне. С видео та же история. Что касается коннекта, то здесь есть, разумеется, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, GPS. Напомним, что только в нашем магазине video-shopper.ru в том случае, если в течение 14 дней планшет вам чем-то не понравится, мы любезно вернем деньги за один день по первому требованию. Без ненужных экспертиз и лишнего ожидания. Давайте подводить итоги. Планшет Huawei MediaPad 10 FHD оставил у нас неплохие впечатления. Планшет достаточно производительный, долго работает от батареи, имеет IPS-экран с разрешением 1920 на 1200 и при этом стоит вполне вменяемых денег. Для вебсерфинга, работы с почтой и документами, просмотра фотографий и тому подобное – это оптимальный вариант. С вами был Video-Shopper.ru. Не забывайте подписаться на наш канал, писать комментарии и ставить лайки. Удачи! Почему стоит покупать у Video-Shopper.ru, если есть такие большие фирмы, как Звездной и Евросеть? Мы меньше, поэтому стараемся больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!